Приветствую вас. Я думаю, что изначально такая постановка вопроса является неверной, потому что она предполагает, что комплексы человека это что-то вообще такое вот чужеродное, что-то вообще такое вот плохое, что-то вообще такое вот чужеродное. Чего вообще быть не должно, да. И, в общем, это неверная постановка вопроса, потому что человек с такой позиции, он будет пытаться именно избавиться от своих комплексов, пытаться избавиться от чего-то себе, и, в общем, ну, мне кажется, что ничего хорошего на пути к такой цели человек не будет. Вот, это, мне кажется, очень важный момент, важно пояснить, да. Важно пояснить, что комплексы это часть, часть нас, часть нас самих. И, важно понимать, что комплексы порождаются тем, что является частью нас самих. И комплексы появляются в результате пренебрежения от того, что является частью нас самих. Вот, поэтому, избавляться от комплексов, в любом случае, не нужно. Вот, разбираться с тем, что это за комплексы, да, и исследовать, и разбирать, откуда вообще они появились, и что они из себя представляют. Вот, и, как я прихожу ежедневно, каждую секунду к тому, что, вот, у меня есть какой-то комплекс. Ну, это, вот, очень важный момент. Вот, и подходов здесь, на самом деле, очень много. Начинает с классических подходов, когда, просто, вот, убирает у человека такой, вот, причинно-следственную связь, конструкцию когнитивную, что я чего-то стесняюсь, я чего-то боюсь. И все достаточно серьезные, глубокие проработки этой истории, вот, когда человек уже, в общем-то, интегрирует какое-то новое знание в свой, в пласть своего, и тем самым комплексы, в общем-то, уходят. И, как бы, подходов много, смотреть, ну, истории сами, они тоже разные. И, в зависимости от истории, в зависимости от, собственно, самих комплексов, в зависимости от их природы, их оснований, их причин, подбирает соответствующая медиодика, и ты уже, в соответствующей сцене, и, эм, человеком проводится работа. Вот, в принципе, и так. Вот это психотерапия. Эта психотерапия, это требует времени, это требует, эм, сил, усилий, желания, вот, эм, требует определенных вложений, вложений, безусловно, финансовых. Без этого никак, потому что этот процесс проходится вместе со специалистом, с психологом, эм, вот, психотерапевтом, либо в группе, ну, либо в психотерапевтической группе, на психотерапевтической группе. Вот. Но, в целом, если вот в целом говорить, то комплекс это такая очень, эм, такое, я бы сказал, специфичная ассортия, эм, неких идей, которые неразборчиво нахватывается человек, которыми неразборчиво нахватывается человек, которых, эм, неразборчиво набирает, набирает человек, и в дальнейшем почему-то не подвергает никакому сомнению. Да? Вот никакому абсолютно сомнению не подвергает. Вот, в чём парадокс. Эээ, я, эээ, вот, в чём парадокс, да, я, ээээ, подвергаю сомнению, например, себя, да, свою, свою внешность, то, что я, там, ну, не знаю, то, что я, там, достойный, то, что я, там, значимый, то, что я нужный, и прочее. Вот это сомнению я подвергаю. Эээ, с этим всё хорошо. А вот подвергать сомнению идею о том, что я могу быть незначимым, и могу быть ненужным, вот эта идея сомнению, человек почему-то не подвергает. Вот, и, в общем-то, я бы начал именно с того, что вы принимаете абсолютно безусловно, вот абсолютно безусловно, какие идеи, какие идеи, вы принимаете абсолютно безусловно, не сомневаясь, вот я бы начал с этого. Ну, и это то, что вам легче всего сделать самостоятельно, я полагаю, будет, вот, не с самой собой, либо перед зеркалом, просто спросите себя, в чём я не сомневаюсь, в чём из своих установок, из своих сцен, из того, что я знаю, в чём я не сомневаюсь, для этого можно подвергнуть сомнению. Вот. Сомненьше, вот знаете, так вот, людей, если послушать, да, они, ну, вот, все, у кого комплекс, как раз, вот, они же кажутся экспертами, по сомнению. Потому что они сомневаются вообще во всём, они сомневаются вообще во всём. Но, так, немножко, чуть-чуть, глубже копнёшь, и выясняется, что человек в этом не сомневается, в этом не сомневается, в этом не сомневается. Например, у человека есть комплекс, вот раз к примеру, да, у человека есть комплекс, я боюсь обидеть, я боюсь кого-то обидеть, например. И вот человек думает, блин, а если я его обидел, вдруг я его обидел, вдруг я её обидел, вдруг я их обидел, боже мой, правильно я это сказал, правильно я это сказал. А не обидели я кого-то? Казалось бы, ну, эксперт по сомнениям в человеке. Но задать себе вопрос, а почему я не сомневаюсь в том, что я могу кого-то обидеть? Человек этот вопрос принадлежит. Ну, просто-просто, почему я решил, что я вообще могу кого-то обидеть? Допускаю ли я, что я не могу кого-то обидеть? Как эта идея у меня откликается? Вот и всё. Вот примерно так. С этого я и предлагаю вам начать. На этом всё. Я надеюсь, что помог. Вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго и удачи.